Всем привет! Вы смотрите на Кухне Смарера. И сегодня мы решили вернуться к кондитерскому делу и подготовить вкусняшки. Все секреты у нас сегодня от кондитера Ирины Приходько. Ирина, привет! Привет, Лена! Ох, позвали мы тебя сегодня приготовить что? Все, сегодня мы будем делать меренговый рулет и варить вкуснейшую домашнюю карамель. Ням! Все необходимые ингредиенты мы уже нашли в ближайшем магазине Мариара. Смотрим, что нам понадобится и начинаем готовить. Для меренги нам понадобится яйца, сахар, кукурузный крахмал, лимон, творожный сыр, сливки и сахарная пудра. Для соленой карамели сахар, сливки, масло сливочное и щепотка соли. Что мы делаем в первую очередь? В первую очередь нам необходимо отделить белки от желтков, чтобы ни граммы желтка у нас не попало в белки. Для этого лучше необходимо взять отдельную мисочку. Раз, отдельную мисочку. Раз. Два, отдельную мисочку. Убедились, что нет никакого желтка. Отправляем. Вот как. То есть в небольшой чашке, в которой ты сейчас разбиваешь яйцо, она такая у нас подстраховочная, чтобы не капелюшечки... Да, потому что если вдруг у вас попал желток, вы можете всегда взять новое яйцо, разбить, и основная масса белков у вас не будет испорчена. А иначе фокус не получится, если туда попадет желток. Да, он не взовьется. Даже вот, даже, даже граммулечка. Даже капелюшечка, да. То есть те девчонки, которые дома захотят повторить, меренговый рулет, должны быть на чеку в тот момент, убрать подальше гаджеты, телефоны, пульты от телевизоров, и сосредоточиться только на белках. Душою готовить меренговый рулет. И желтка. Что такое меренга? Что такое... А, вот мы видим. Давай помыть его. Ну, это ничего страшного. Все. А так тоже можно? Да. Я тут уже чашки, тарелки, все во спасение этого самого нашего, нашего белкового смеси. Меренга, это что такое? Это взбитые белки с сахаром. А безе? Запеченные. А, запеченная меренга? То есть, меренга, это взбитые, не запеченные, а безе, безешки, вот эти самые вкусняшки к чаю, которые иногда подают в кафе, это запеченные. Да. Запеченные меренги. Ах, вот в чем тут разница. Теперь понятно. Все, кулинарный ликвез начался. Что мы делаем дальше? Итак, вначале нам нужно взбить на очень медленной скорости наши белки. Это нужно для того, чтобы они насытились кислородом и произошла аэрация белка. Чем больше в нем кислорода, тем пышнее наш будет рулет. Записали. Взбиваем. А сколько на это потребуется времени? На это, до минус 5,7. Минус 5,7? Для непрерывно. Да. А если перебить белок? Это будет очень плохо. После выпечки он осядет и станет плоским листом. То есть, важно не перезбить. Сейчас покажем вот тот внешний вид белка, вот когда нужно остановиться, чтобы не было вот этот три. И проговорю вот это вот. Ага. Хорошо, чтобы все у нас дома получилось. Так, все, вот это состояние. Вот, запомнили. Показали. Вот такая пивная пенка, скажем так. Понятно, зафиксировали. Что мы делаем дальше? Дальше мы порциями начинаем вводить нашу сахарную пудру. Так, это сахарная пудра, а здесь крахмал кукурузный. Хорошо. Сахарная пудра. Раз ложка, два ложка, три ложка. Три. Три ложка. Начинаем взбивать, чтобы сахарная пудра растворилась и хорошо вмешалась в эту массу. Все. Стопики. Что-то дальше будет сейчас. Все. Дальше мы начинаем добавлять еще сахарной пудры. Ну, вот, опционно разделить 300 грамм сахарной пудры на 3-4. Хорошо. По 100, по 100 и еще по 100 грамм. Для того, чтобы все у нас хорошо перемешалось, не было комочков. Перемешалось, было однородно. С планетарным миксером, конечно, это гораздо удобнее. Но сразу хочу сказать, что блендер и один венчик, он не подойдет. Он никогда не взобьет меренгу так, как ее нужно. Нам нужен лимфластический миксер с двумя миксерами. Лучше слабый, но миксер, чем один стильный блендер. Вот. Тоже подсказка. Допустим, что лучше держать на кухне. Вот она какая-то глянцевая. Эти самые пики, про которых говорят кондитеры. Ну, пики-то еще не стоят. Еще хорошо. Ладно, все, окей. Теперь мы следующим этапом добавляем кукурузный крахмал. Это 2 столовые ложки. То есть, если из миски мы целиком высыпали сахарную пудру, то кукурузного крахмала нам понадобится всего лишь 2 столовые ложки без горки. Да, все верно. Запомнили. Коки. Продолжаем. Начинаем вмешивать на маленьких оборотах, иначе весь крахмал просто пух дает. И кто-то может стать мадам помпадуру и себя на кухне. Что нам даст кукурузный крахмал в этой самой меренге? Если сахарная пудра это слабит, крахмал и лимонный сок, который мы добавим далее, сделают структуру с куфле. 2 столовые ложки. Раз. Ой, как я. О, 2. Думаю, мало. Сука. Все остальное нам в воду. Нет. Супер полезно. Еще в карамиде. А, еще понадобится. Да. Хорошо. Далеко не убираю. И еще раз перемешиваем. Белки, кукурузный кукурузный крахмал, лимонный сок. И все это бесконечно перемешивается миксером на слабых либо сильных оборотах. А пики уже есть те самые? Да. Это называется клюек. Давайте еще разок. Ой, я обожаю эти фокусы. А еще есть фокус. Если ничего не выпадает у вас из-за, не вываливается из вашей миски, то смесь удалась масса. Масса для меренги у нас готова. Что мы делаем дальше? Теперь нам необходимо выложить нашу массу на противень, который обязательно нужно застелить пергаментной бумагой. И отправляем в духовку на 150 градусов на 30 минут. Она у нас уже греется. И сейчас посмотрите, какая это вкусная, судя по всему, штука. Уже можно пробовать суру, естественно. Так, теперь аккуратно разравниваем это все. Отправляем в духовку. Я сейчас помогу. Открываем. Ставим. И сейчас расскажем еще раз, при какой температуре. Убираем в духовку и оставляем на полчаса, на 150 градусов. Лучше всего включить режим конвекции, если он есть. Вентилятор работал. Заглядывать, открывать можно? Нет, лучше не делать этого. Ну, лучше не делать. Потерпеть полчасика. Не настолько это строго, но лучше не делать. Запомнили. Пока у нас выпекается меренга, будем делать соленую карамель. Соленая карамель. Да. Что мы делаем? Как мы делаем, чтобы у нас все получилось дома? Смотрите, нам необходимы самые простые ингредиенты. Это сахар, сливки, масло, вода и капелька лимонного сока. А соль? Соль. Это по вкусу. Кто-то любит соленую карамель, кто-то не любит соленую карамель. Поэтому тут дело вкуса. Так, на кончике ножа бахнет. Что мы делаем в первую очередь? Высыпаем сахар, 150 грамм, и добавляем воду. Тут вообще чуть-чуть, около 40 грамм, я так понимаю, водички. Все, теперь мы ставим на самую высокую температуру и не лезем. То есть она начинает растворяться. Ждем, когда сахар и вода объединятся, и будет эта единая масса. Вот мы сейчас положили сахар, плеснули воды. Даже когда плеснули водичкой, мы ничего вместе не перемешивали. Ничего, вообще ложкой не надо лезть. То есть мы поставили на самый максимальный огонь, и все. Пока там все очень даже хорошо. Да. Такой сироп сахарный. Очень часто его уваривают, добавляют в лимонады морсы. Да. Куда еще, в какую-нибудь ягодку, ну, в призме чуть-чуть туда ее добавили. Для пропитки, например. Для пропитки. Так, вот настало то самое время, очень много-много-много мелких пузырьков побольше, добавлять лимонный сок. Да, вот эта каемочка, которая начала образовываться, это знак того, что нужно сейчас добавить лимонный сок. Иначе она может покрыться коркой, и вся карамель наша испортится. Каемочка. Все. Хоп, что-то там пошуршал недовольным. Теперь мы можем смело ее мешать. Все, значит, восклицательный знак в готовке соленой карамели на первом этапе. Каемочка на стенках нашего сотейника. Добавляем ложку лимонного сока. Ложка была? Нет, на кончике. На кончике ложечки лимонного сока. Она пшикнет, и можно уже будет добавлять следующие ингредиенты. Мы добавляем тоже на кончике немного соли. Для вот этого самого контраста. Да, соль очень хорошо оттеняет карамель. Она придает ей такую изюминку. Ой, да. Так, лимонный сок добавили, соль добавили. Что дальше? И ждем, когда начинают приобретать характерный коричневый цвет. Дожидаемся карамельного оттенка. Что мы делаем дальше? Теперь нам необходимо вводить горячие сливки. Мы их подогреваем. В данном случае мы подогреваем ее в сотейнике. Нам нужны квитары. Да, можно и подогреть импульсами в микроволновой печи. Все. Мы делаем это для того, чтобы не было большого перепада температур. Как только мы начнем вводить сливки, карамель будет очень-очень сильно бурлить. Тут надо быть осторожным. Лучше взять подлиннее какую-то палочку, я имею в виду лопатку, которую вы будете перемешивать. Чтобы не получить ожог. Да. Хорошо. А сливки подогреваем для того, чтобы они не свернулись от шоковой разницы температуры. Нет, они свернуться не могут, но они будут еще больше бульки. Еще больше. То есть, девчонки, для того, чтобы обезопасить себя на кухне, сливки подогреваем для того, чтобы не было большого количества брызг возмущенного сахарного сиропа, от того, что в него начали что-то заливать. Все верно. Это важно. Все, и вот тут мы начинаем. А, вот слышим. Ага. Вводить. Вкусно будет, да. Все, и понимаем, что масса у нас пенится, это нормально. Да. И очень-очень много у нас, вот видите, агрегатного состояния. Вода, которая была в сахаре и в сливках, активно испаряется. Урок 7 у нас, как всегда, здесь, на нашей кухне. Все, и перемешиваем. Как долго и как интенсивно нужно это все дело перемешивать? Ни долго, ни интенсивно для объединения. А вдруг, как миксер, знаешь, как мы меренгу собирали, может быть и здесь такая же должна быть история. Все, добавляем сливочное масло и убираем с огня. И все? И все перемешиваем и оставляем. То есть, это история 10-минутка? Я-то думала там, одно добавил, другое перелил, четвертое вмешал, полчаса подождал, в холодильник. Нет, все, достаточно, самое важное, правильно оставить в покое сахар с водой, когда ты его только что переложил в сотейник, залил водичкой и дал ему возможность раствориться и закипеть. Да, все верно. После лимонный сок, подогретые сливки, под занавес, сливочное масло. Растворяем его. Все, сейчас она у нас получилась вот такая вот жидкая. Она еще схватится? Да, ей нужно время, чтобы остыть. Для этого мы переливаем в миску, в любую миску, можно железную, она даже еще лучше. И убираем остывать ее, лучше в холодильник. Там она станет густой, глянцевой. И ее можно кушать. И вкусно, и вкусно. Итак, соленая карамель у нас сегодня пойдет в начинку нашего меренгового рулета. В начинку может пойти джем, ягоды. И вообще все, что угодно по желанию. Шоколад? Шоколад, орешки на любой вкус. Все, что вы любите, да. Но с ягодами и с карамелью это, конечно, очень-очень вкусно, на мой взгляд. Карамелька у нас сегодня не только помазать с утра, знаешь, как шоколадную пасту на тост, но еще и в начинку. Убираем в холодильник, он в тот наш зелененький. И будем сейчас замешивать крем, для того, чтобы смазать, украсить этот самый наш меренговый рулет. Что у нас в нашем креме? В нашем креме идет сливочный творожный сыр, сливки, опять же, 33% и сахарная пудра. Поехали. Итак, первым делом мы выкладываем творожный сыр. Любой, какой найдет на полке. Дальше у нас идет сливки. Это будет такой творожный, сливочный крем, просто фантастический, самый любимый мой. Ирина, как знала, из чего замешивать. Положили сахарная пудра. И сахарная пудра. Больше сюда ничего не идет. Наша задача это все перемешать до однородного состояния и оставить в покое. Взбить. Взбить. А, взбить. Давайте взбивать. Так, все. Чтобы у нас тоже тут ничего не пахнуло вверх. Это я говорю сейчас про нашу сахарную пудру. Поехали. А, да, чтобы частями как панка. Давай. Лучше взбрать посуду поглубже. Хорошо. Тогда гораздо удобнее это все. Ароматы печеной меренги уже разносятся по кухне, чувствуют себя прекрасно. Пара минут и тоже будем ее доставать уже из нашей духовки. Это нужно будет играть в холодильнике? Да. Рядочкам на полочку к соленой карамели. Ну, раз пошла такая пляска. Да. Нужно сделать его, чтобы он был шелковый и воздушный. Но не нужно взбивать его до устойчивых пик. Хорошо. А почему? Потому что так гораздо вкуснее он пропитывает рулет. А, он более нежный. И все же, конечно, договорились. Ну что, мы дожидаемся. Наш корж. Да. И будем уже все закручивать, раскладывать и украшать. Да. Смотрите. Все. У нас готовы все основные ингредиенты. Это наш крем, корж и карамель. Сейчас мы будем все это соединять и украшать. Итак, значит, на остывший коржик, это важно, он должен хорошенечко остыть, стать комнатной температурой. Выкладываем всю массу... Нет, не всю. Чуть-чуть оставляем для декора. Вот здесь оставляем или вот здесь? Да, вот здесь. Вот здесь. Хорошо. Значит, это пока я подъедать не буду. Оставляем в сторонку. Аккуратно распределяем. И смазываем наш коржик. Соленая карамель. Да. Мы ее наливаем. Все зависит от того, какое наполнение... Ну, какую густоту вы хотите сделать. Можете побольше, можете поменьше. А какую мы хотим густоту сделать? Все, чтобы было в норме. В норме. Хорошо. Идеальное, скажем так. Еще раз пожелание по начинке. Ирина, что может быть в меренговом рулете помимо соленой карамели? Это могут быть любые свежие ягоды, любые джемы, орехи, карамель и... И шоколадка. Да, и шоколад. Но шоколад лучше сделать не шоколадка, а именно сделать такой ганаш. Шоколадный ганаш, который будет шелковый, мягкий, чтобы ничего не пришло. Теперь берем за край. А, мы не вот так его скручиваем, а вот так. Вот, враченько. Вот так. Слушай, все получается. Моя самая любимая часть программы – дегустация. Ах, отрезаем, что парочку кусочков. Все прямо так можно брать и жевать? Да, можно так. Это очень нежно. Ням. Ням. Ням-ням. Ну что, друзья, подробный рецепт меренгового рулета можно будет увидеть буквально через пару секунд. Но на сегодня все. Всем желаем отличного дня, приятного аппетита. Пока-пока. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok